Новостройку по улице Максима Танка 9А можно назвать домом без хозяина. А все потому, что будущие жильцы оказались в аховой ситуации. У них нет возможности в него переселиться. Стоимость одного квадратного метра жилья резко подорожала буквально за месяц до ввода дома в эксплуатацию. Причем исполнители-заказчик до сих пор не могут пояснить членам уже построенного кооператива причину такого стремительного взлета цен. И почему в паспорте готовности в новую стоимость не включена внутренняя отделка, хотя изначально в договоре она значилась. Все попытки жильцов добиться от специалистов разумительных ответов успехом не увенчались. Однако губернатор региона Анатолий Лис, разобравшись в ситуации, дал поручение представителям местной власти решить проблему. Надо было объяснять гражданам. Не все граждане хотят понимать эту ситуацию, которая складывалась, и проблемы те. Я не думаю, что райисполком хотел хуже сделать. Ну, сложилась так вот ситуация. Думали, строили для военнослужащих. Зачем изменилась ситуация. Думали, как побыстрее построить. Ну, а это, конечно, процедуры довольно длительные, связанные с оформлением кредитов банки. Не все люди пока соберут справки и так далее. То есть вот все это, значит, не очень просто. Но в целом, о чем я обратил внимание, в любой сложной ситуации органам исполнительной власти для этого мы работаем. Необходимо встречаться с людьми, объяснять, как бы сложно не было, и не все понимают это. Разъяснять, убеждать людей. Разрешением вопроса мы довольны тем, что нам было обещано рассмотрение по цену образования квадратного метра нашего дома. И дан указ местным властям разобраться с проблемами в доме с каждым членом кооператива. Каждый вопрос, касающийся той или иной проблемы, это своего рода боль отдельного человека, а потому важен и требует внимательного рассмотрения и справедливого разрешения, подчеркнул глава области. Примером тому стал делал губернатор с жителем города Ивацевичи, Адамом Гречным, который пришел с просьбой разрешить наболевший вопрос о функционировании местной бани. Закрыв учреждение социальных услуг на якобы текущий ремонт еще в сентябре этого года, работники ЖКХ обещали открыть объект в конце ноября. Однако на дворе декабрь обещание так и не выполнено. Ответ дают, что баня будет открыта, возможно, в 2016 году при наличии средств на ее ремонт. Ремонт текущий, а не капитальный. Вы же должны давать себе отчет о том, что вы даете людям, а не уводите их заблуждение. Вы дали им сразу ответ, а затем вы начали разбираться, сколько у вас есть денег, нужна ли там эта баня, надо ли там печь ремонтировать и так далее. Контур Иванович, глядя в глаза, скажи, что сделаем. У вас есть возможность, найдете средства для того, чтобы отремонтировать баню. Во время приема граждан председатель Брестского область полкома Анатолий Лис рассмотрел 9 вопросов. Среди них проблема передачи детям в собственность жилого дома, газификации, транспортное сообщение, трудоустройство и пользование земельным участком. Некоторые люди делились с губернатором сразу несколькими проблемами. Подводя итоги, Анатолий Лис отметил, что в деятельности руководителей на местах, если и есть недоработки, то несущественные, связанные с недостаточным вниманием к деталям того или иного вопроса. Вместе с тем, руководитель области подчеркнул, что люди стали понимать свою долю ответственности и более активно участвовать в разрешении проблем города и района. Приятно то, что люди сами уже сегодня понимают, что им свои условия необходимо улучшать самим или с участием. Не только государство должно, допустим, принимать участие. Уже не стоит вопрос по газификации. И такие большие деревни, 86 членов кооператива по строительству газопровода. Это приличный поселок. И они уже не ставят вопрос о том, что сделайте нам все сами. Они понимают, что надо принимать участие и готовы принимать, и даже готовы сегодня сами начинать это строительство. Поэтому это приятно, что люди уже сегодня понимают, что те услуги, которые им оказываются, за них надо платить.